здравствуйте на библейском портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня вопрос о неофитах новоначальным часто дается духовная радость но потом эта радость куда-то уходит чем же они согрешили так что все это ушло ну дело не в грехах дело не в грехах новоначальному дается эта радость в некотором смысле авансом господь для укрепления показывает человеку то ну опять не то не в полном объеме но по крайней мере некую ожидание некое предвкушение той радости которая ожидает нас в царстве божьем ока не видела ухо не слышала и на сердце у человеку не приходило что уготова господь любящим его апостол павел говорит об этом описывая свое вознесение в рай до третьего небесе что он был в раю и слышал там неизреченные глаголы которые невозможны человеку обычно услышать и вот подобного рода аванс ожидание царствие божие ожидание радости духовной жизни дается и тем самым неофитом и тем самым новоначальным людям но подобно влюбленности когда человек не испытывает еще тягот семейной жизни не сталкивается с теми проблемами с которыми сталкивается обычная семья не начинает жить настоящей жизнью конечно хотелось бы наверное хотя честно говоря мне бы не хотелось вслед за казановой повторить слова только утро любви хорошо когда ты понимаешь что дальше вот этой влюбленности ты не удержишь и дальше начинается обычная жизнь в которой нужно трудиться в которой любовь дается в том числе потом и кровью даются искушениями испытаниями страданиями зарабатывается в некотором смысле собственная любовь не любовь к тебе а твоя собственная любовь всегда является результатом упорного труда и перенесенных лишений и страданий вот выбирающий в духовной жизни или ожидающий в духовной жизни только влюбленности только вот этой первоначальной духовной радости подобен казанове которые в отношениях с противоположным полом ищет то есть того самого утра любви тех самых первоначальных переживаний того самого волнения и трепета которые всегда и в обязательном порядке при настоящей любви все-таки уходит и поэтому проблема не в том что ушло первоначальная радость не в том что та самая духовная радость о которой пишет автор вопроса куда-то девается она должна уйти таковы духовные законы даже если человек не совершает каких-то грехов за которые казалось бы эта радость могла бы быть отнята вот он должен трудиться а этот труд он часто сопровождается тем ну и в большинстве случаев практически всегда сопровождается тем чем и должен сопровождаться труд он в ответ на затраченные усилия дает ровно столько ну сколько ты заработал а поскольку зарабатывать там не то что не хотим а мы по сути дела не умеем вот представьте себе да что вы пришли на экскурсию не в кузницу какую-нибудь почему ты почему ты этот образ мне явился да и вам показали какие-то приемы вам даже провели мастер-класс под вашим руководством в кавычках руководством да и с вашим участием как бы кузнец настоящий профессионал уже взяв готовую заготовку рядом с вами понажимал на какие-то вещи дал вам молоток вы стукнули несколько раз и потом вам подарили какой-нибудь меч нож подкову какую-то красивую штучку витьеватую которую вы сами сделали в этой кузнице вот и вы такой радостный я уже теперь кузнец и действительно много будет радости а потом вы пришли с утра горн потушен вот что собственно делать вы толком не знаете попробуйте вам говорят да давай к обеду ты должен что-то такое сковать чего ты там скуешь ну скорее всего даже может быть что-то скуешь усилий будет затрачено множество но даже если вам настоящий кузнец духовных руководителей по нашей жизни очень мало уже не первое столетие и истинных руководителей духовных мало кто мог бы вам конкретно сказать как разжигать горн духовной жизни как конкретно закалять тот или иной металл вы перекалите кромку я ваш ножик сломается или он будет слишком гнутом или вообще вы не получите нужной формы потому что возьмете не тут молоток и это всего лишь кузня но это целая кузня до в духовной жизни все происходит точно также пройдет много времени если вы потратите достаточно много усилий вы станете мастером в том деле которым вы занимаетесь в том числе и духовным и тогда результаты ваших трудов духовных будут вас радовать не меньше чем а и больше чем та самая первоначальная радость о которой вы сейчас так сожалеете внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео